Друзья, случилось так, что Светлана захотела новый автомобиль, поменять захотела. Скажи, Свет, чего вдруг? Ну так, это самое, много обстоятельств, знаете, как оно потихоньку созревает, созревает, да. В принципе, я хотела, у меня машина до 2008 года довольно-таки старая уже. Десять лет? Да, но как-то вот, а я считаю, новый, потому что там очень мало наезжено, там до 40 тысяч миль. Вот, то есть она, да, она кажется прям новой такой, но у нее, это самое, есть какие-то уже недостатки от того, что она не такая уже новая. Вот, ну и вот я подумала, еще раз, мы не знаем, купим мы что-то или нет, может мы ничего лучше не найдем, потому что у меня, в принципе, оригинальное желание было подождать до 2020 года и... Пару лет подожди. Подождать, да, и купить уже машину, чтобы она сама ездила. Но вот недавние события с тем, что там взорвались эти самые навигационные машины, я думаю, что вот это положение, что их разрешат или не разрешат, оно еще займет какое-то время. Не то, что я, например, боюсь, да, но вопрос в том, что это должны пройти легальные какие-то утверждения, и боюсь, что их не разрешат, и поэтому я буду ждать 2020 года, а этих машин все равно не будет. Поэтому тоже как-то глупо так жизнь проходит, да, мы уже тоже не такие юные, чтобы так много времени ждать, пока выйдет какая-то машина. Поэтому мы, в общем-то, имеем себе представление, что мы ищем, но будем проверять, можно сказать, на практике по ходу дела. А что мы ищем, Света? Что ты хочешь вообще? Во-первых, я хочу маленькую машину. Ну вот тот Lexus, который у тебя, седан, он... Он по габариту меня устраивает полностью, но у него есть одно большое но. У него такой маленький багажник, что я ничего не могу туда положить. А учитывая, что я все время должна покупать какие-то вещи для строительства, которые просто объемные, это целая мука, потому что у него даже задняя дверь не открывается так широко, чтобы даже в заднее сидение туда, на заднее сидение что-то впихнуть. То есть, грубо говоря, так, скажем, для продуктов или там шмоток достаточно, а что-то более серьезное уже нет. Да, то есть вот продукты купить вполне нормально все. А вот если, например, нужно там плитку или там что-то, то это уже... Плитку? Да, да, плитку. Кафельную? Кафельную, да. Вот, только мне даже ее бы погрузили туда, это не проблема, но она не помещается, просто там малюсенькая. То есть тебе нужна такая маленькая машинка, типа трачок одновременно? Ну нет, ну нет, ну нет, ну как же я и трачок это несовместимо. Ну да. А хэтчбэт мы называем это, я не знаю, как это переводится, но вот открывается пятая дверь, то есть четыре двери обычных и пятая задняя дверь. Да, это не дверь в богатниках, а дверь как бы в салон получается. Да, и тогда, учитывая, что я в основном езжу одна, даже если машина маленькая, я могу положить заднее сиденье, и уже это будет вполне приемлемого размера машина, для того, чтобы что-то такое серьезное, вполне... То есть грузовая, так сказать? Ну, она не грузовая, но я имею в виду. Да, да, если положить заднее сиденье, это совершенно другое дело. Потому что в этих машинах, вот седанах, у них заднее сиденье не укладывается, там только есть отверстие, то есть если нужно длинное, типа лыж засунуть туда, то там из багажника можно это все просунуть, но сам багажник такой микрокопический, что они не дают ничего. То есть главная причина у тебя вот это? Нет, у меня не работает отопление, причем, интересно, мы вот недавно... Не работает или не так работает? Ты понимаешь как? Оно дует, да? Но дует не теплым. Это что, всегда так было? Да нет, вот случилось пару лет назад, там я возила товарища... А тебя чинили вроде, нет? Да, так самое главное, что они не просто чинили, они сказали, что там ничего страшного нет, там якобы какая-то заслонка, то ли закрыта, то ли открыта была, и якобы они починили, но как только мы выехали с Дилишипа, оно перестало греть снова. А на Дилишипе работало? Ну вот, на Дилишипе работало, пока ее не трясло ничего. В общем, она снова не греет, а вот сейчас вот, на удивление, у нас вообще-то жара обычно стоит, и большим спросом пользуется кондиционер, чем отопление, но вот сейчас были холодные дни, и даже так с утра прохладненько, и хочется, чтобы потеплее было, а вот не получается, уже ставлю там 76 градусов, 78, не греет. Но это мелочь, это мелочь, да, тем более, что... Ой, так, Стименс Крик, она еще милее. Нет-нет, ну мы едем по навигатору. Так, Света, в итоге, какие пять Дилишипов мы запланировали посетить? Я только скажу... Это не значит, что мы что-то будем из них покупать, мы просто хотим на них посмотреть, да. Потому что мы уже очень давно не сидели в других машинах, и называется шопоти раунд, да, мы не раньше уже очень давно... Не присматривались. А вот сегодня пойдем, и, собственно, вам фан, и нам фан. Вот так вот. Присмотримся. Тут надо сказать еще вот что. Есть много дилершипов, которые раскиданы по местности, но есть такое место здесь, улица называется Стивенс Крик в городе Санта-Клара, так она переходит Санта-Клара, Сан-Хосе. Вот на этом Стивенс Крике дилершипы идут один за одним, там как целый город этих дилершипов. И мы подумали, что мы пойдем именно туда, потому что это удобно. Нам не нужно ездить там в 10 разных мест, а вот мы придем, и в одном месте все дилершипы, на которых мы хотели бы побывать, мы там и побываем. Если бы мы точно знали, что хотим, например, там BMW, то мы пошли бы... у нас гораздо ближе есть дилершип BMW, куда можно было бы пойти и приобрести там эту машину, прям не так далеко от дома. Но в данном случае мы хотим именно посмотреть. И вот эта вот улица из дилерских, она, конечно, очень удобна. Вот мы, собственно, на нее выехали, да? Да, вот мы уже практически приедем, 0,6 милей будет слева. Да, то есть это фактически от дома там, ну, 5-6-7 минут вот мы приехали. Да, и вот первый дилершип, на который мы придем, это будет компания Nissan. Так, а какие вообще у нас запланированы? Компания Nissan, компания Acura, компания Mercedes, BMW и Lexus. Дело в том, что оказывается, вот я стала делать ресерч, да, оказывается, вот стоит маленький, да, но это Sirius какой-то, да? Да. Вот очень мало машин таких, чтобы они были маленькие, но в то же время Hatchback. Вот я помню, мы когда приехали, они назывались или Station Wagon, или Hatchback. О, это, нет, нет, Station Wagon другое, совсем другое. Hatchback были Station Wagon, Station Wagon были очень популярны, чего сейчас нет. Да, так вот они исчезли куда-то, вот ты сейчас, этих машин буквально, их производит несколько только вот марок, да, компании. Но поскольку все-таки мы ищем машин определенного класса, поэтому нам тоже годятся не все. Ну да. Ну то есть... Так, вот смотри, вот уже дилеши будут слева. Уже пошли. Это какой? Нисон. Это Нисон? Да. А мы туда едем. Вот, да, нам туда мы сходим. Нам по карте говорят, что, а вот оно, вот нам, собственно, так и показывается. Да. Сейчас мы развернемся, или может быть... Смотри, он большой, там и тут. Да, может быть мы с боковой улицы заедем. Ну потому что там новые машины, видимо, здесь использованы. Все, друзья, мы отправляемся на Нисон. И это первая такая у нас точка сегодня. Сколько там мало зайдет? Сейчас поглядим. То есть... Так.